Я могу сказать, что по долгу профессии, своей работы сейчас я очень много, естественно, езжу, посещаю, вижу жизнь населения в малых городах и общаюсь с главами. И в том числе я спрашиваю, постоянно задаю вопрос. Вот скажите, пожалуйста, готовы вы там на местах принимать наших молодых специалистов? И я, на самом деле, была хорошо, очень положительно удивлена, когда услышала, да-да-да-да, мы готовы предоставить жильё, это будет служебно, в каком-то, например, муниципальном образовании готовы возмещать оплату жилья. То есть все, в принципе, готовы и ждут этой программы. Но я бы тут хотела обратить внимание на другую сторону немного этой истории. Мне кажется, что помимо всего этого необходимо повышать, популяризировать профессию работника культуры посредством, не знаю, создания кинофильмов, может быть, это будут какие-то телепередачи. Потому что ни для кого не секрет, что мы давно не снимали ничего о силе. Ведь правда, мы ничего, мы по большому счёту никто не знает, как люди живут. А люди живут очень интересно, люди живут насыщенной, интересной жизнью. И мне кажется, это надо обязательно высвечивать, это надо показывать. И людей надо, в том числе и молодёжь, заинтересовывать, показывать. Я сама, если вы позволите, можно, да, Владимир Владимирович, о себе чуть-чуть, о любви. Я сама родилась в городе Кимры. И так тоже исторически сложилось. Это Тверская область, да, Тверская область, да. Тверской области, я местный житель, можно сказать. И также моим вторым родным городом является город Торжук, потому что часть моей семьи из города Торжка. Это моя настоящая такая коренная абсолютно родина, к которой я очень неравнодушно отношусь. В 16 лет я уехала учиться в Москву на курсы Олега Павловича Табакова. Потом я долгое время работала в МХТ имени Чехова. Много снималась. И здесь я бы хотела особенно, конечно, поблагодарить Ольгу Борисовну и Игоря Михайловича за то высокое доверие, которое было мне оказано, когда мне позволили работать здесь, на земле, приехать и заниматься своей родиной. И применить, собственно, все, ну, простите, таланты, все мои умения и знания, отдать всё земле, всё, что я сейчас могу сделать. Так вот, я вижу этот запрос и в других людях. Я вижу, как люди хотят вернуться. И даже если, когда мы говорим о молодых специалистах, это, может быть, не очень молодые, как, например, я, да, но, скажем, моложавые специалисты. Ну, например. Вы зовём меня так. Но тут тоже, мне кажется, можно, наверное, нам всем вместе подумать и в эту сторону, потому что я вижу, как люди возвращаются с удовольствием, возвращаются в наши малые города, семьями. Они видят стабильность своего существования, знаете, вот эту неспешность, вот эту успокоенность. Потом у нас же всё близко, детский сад рядом. То есть многие люди воспринимают это как позитивный момент, свежий воздух. У нас же самый чистый регион, Тверская область. Поэтому вот. Если дорогу скоростную построим, а я думаю, что мы это сделаем, то и у вас тоже жизнь немножко изменится, она не будет такой, да, такой размеренной. Ну, а зато динамика увеличится, если до Москвы будет, там сколько, часа, до Питера отсюда, час 15, ну, это другая жизнь. Вы в Москве жили долго, поэтому понимаете, что такое в Москве переехать с одного конца на другой, часа три пройдёт иногда. Поэтому это существенно поменяет стиль жизни, я думаю. Ну, а что касается… Мы для этого и программу «Вземские работники культуры» внедряем, с тем, чтобы побольше специалистов, вообще молодых специалистов приехали. Ну, и моложа вы тоже, потому что с опытом люди здесь тоже нужны, понимаете. А что касается пропаганды, что ли, этого вида деятелей, этой профессии, ну, это для любой профессии важно. Мы, конечно, должны будем это делать, но постараемся делать. Сколько, Ольга Борисовна, у нас в поддержке фонда «Культура» там сколько, где-то 44 темы, по-моему, да? И в том числе есть темы, связанные с поддержкой работников культуры, как профессии. Совершенно верно, Владимир Владимирович. По линии фонда кино и по линии Министерства культуры мы отдельно просто приоритизируем тему и просим наших кинематографистов подумать на тему, написать сценарий. И в том числе, мне кажется, очень важным, особенно, когда стартует такая программа, побольше и документального кино. Показать тех людей, пока игровое кино снимается долго, а показать вот таких чудесных молодых ребят, которые пока ещё до работы этой программы уже начали работать, а теперь у них есть эта возможность и приехать, и работать, показать их, как они начинают, показать, в каких условиях они живут, показать, как они начинают работать с маленькими детьми, которые к ним приходят, в детских школах искусств, в наших библиотеках чудесных, которые постепенно мы реставрируем в рамках, ремонтируем, если это не объект культурного наследия, в рамках национального проекта «Культура». Конечно, очень важно вот вместе в этот момент ещё и фиксировать, знаете, как в советские годы была принята, как кинолетопись, да, и вот тут, конечно, такой замечательный общий проект по всем направлениям. Мы без этого, без летописи было много хороших, трактористы, девчата, про низкие, у нас тоже конкретные примеры, из конкретной области проводятся правоохранительные деятельности, но, тем не менее, много хороших вещей у нас было раньше, но и сейчас, нужно же к этому возвращаться, вот посмотрите, пожалуйста, там, да, вот, можно же просто, что значит, посмотреть, можно просто задания давать, они, люди творческие, тоже работники культуры, с удовольствием сделают про себя, но только про себя вот в регионах, изнутри, да, обязательно поработаем, хорошая идея, конечно, правильно. Спасибо.